Округ Ирины Шишуковой простирается от проспекта Мира до района Макариха. И чем дальше от центра города, тем больше болевых точек. Ирина Николаевна в депутатском корпусе «Человек новый» работает с сентября 2023. Но проблемы знает, потому что еженедельно сама лично обходит территорию. На Котлас-Северном давняя боль – дорога. Летом она сильно пылит, а весной это сплошное грязное месиво. У нас проблемы вот, пожалуйста, даже через дорогу не перейти. Да, дорога вообще плохая. Вот когда дожди вообще, а так? А пыль? Пыль? Пыль когда посыпка гравиями всем дает пыль. Поэтому в идеале, конечно, это асфальтированная дорога. Но сколько это будет стоить? Стоимость – это, конечно, это большая сумма. Но проблему все равно нужно как-то решать. Может быть, за счет экономии чего-то, да? Ну асфальтировать, давайте мы будем исходить от того, что у нас на исполнение судебных решений необходимо 849 миллионов рублей для приведения автомобильных дорог в нормативное требование на тех участках земельной дороги, где колейность превышает допустимые нормы, требуется 400 миллионов рублей. То есть и того 1,2 миллиарда рублей, а дорожный фонд составляет 57 миллионов рублей. И, наверное, в первую очередь нужно приводить дороги в нормативное состояние там, где у нас проходит интенсивность движения, автобусное движение как муниципальных, межмуниципальных и детских маршрутов. С просьбой вложиться в ремонт в администрации города неоднократно обращались к предпринимателям. На Смольниково находится цех компаний «Стрела» и разные оптовые базы. И именно их груженые фуры в основном курсируют по данной дороге. Мы собирались с предпринимателями, предприниматели сами выходили с предложением произвести частично финансированный участок данной автомобильной дороги. Если я не ошибаюсь, в 2018 году цена вопроса составляла 20 миллионов рублей. То последние, наверное, года два, наверное, был разговор, или полтора, уже ценник асфальтирования уже составляет порядка 50 миллионов рублей. Рассматривали разные варианты, в том числе с привлечением из областного бюджета финансирования. Но, к сожалению, пока процесс не сдвинулся. В этом году по решению депутатов по 500 кубометров песчаногравийной смеси будет распределено для дорог на территории избирательных округов. Уже есть понимание, где будут отсыпаны дороги на улицах Болтинки и ДОКа на 46-м лесозаводе в Ичигодском. Сегодня надо выявить самые болезненные участки в городе, на которые предусмотрено также 500 кубов. На все дороги, естественно, нам не хватает. Мы, учитывая мнение жителей, которые обращаются к нам, либо через депутата, либо которые обращаются в администрацию, примерно ожидание составляет до двух лет. Тем не менее, Ирина Шишукова заверила, что будет добиваться, чтобы данную дорогу привели в порядок. И для этого у депутата есть ряд полномочий. Именно избранники формируют реезд дорог, на ремонт которых при верстке бюджета закладывают деньги. Похожая история с дорогой во дворах на пересечении улиц Багратиона-Достоевского. На протяжении десятков лет весной и осенью здесь простирается огромная лужа. Дети и взрослые, чуть ли не вплав через воду и грязь, преодолевают это место. Я понимаю, что денег в бюджете нет, и все равно нужно расставлять приоритеты вот именно на те точки, где они требуют решения. Что не 10 лет мы по этой луже ходим и не знают, как проехать и автолюбители, и дети пройти, родители, жители. То есть мы все равно работаем во благо жителей. Чайковского-2 – еще один адрес, откуда поступил тревожный сигнал депутату Ирине Шишуковой. Местные жители сообщили, что вода с улицы заливает их подъезд. Каждый год. Вот мы здесь живем уже больше 30 лет. И мне кажется, лет 20 он постоянно так. Управляющая компания у нас тут, не знаю, даже вряд ли это управляющая компания щиты положили. Сейчас, ну вот как-то вот хорошо. А так у нас вода доходит обычно до первой ступеньки. Но уже следующую весну жители Чайковского-2 будут встречать без затопленных подъездов. Этот дом попал в программу переселения. И, по словам людей, им пообещали, что к концу года они переедут в новые квартиры на улице Таежной. Поездки депутатов седьмого созыва по территориям избирательных округов только начались. И это, безусловно, один из важных пунктов в работе народных избранников. Нужно быть в курсе всех проблем, чтобы решать их совместно с самими избирателями и со специалистами администрации. КОНЕЦ